Раньше было так, что епископ принимал всех новообращенных, испытывал всех, присутствовал на экзамене. Вернее сказать, он был руководящей фигурой, когда шли эти экзамены, испытания, готов для человека к крещению. Об этом говорят каноны. Определяли, какой у тебя талант, в чем ты проявил себя. А как ведет человек себя здесь? Всех испытывали, ставили на одну работу, смотрели, как идет дело. Но если человек не имеет возможности показать себя, нет для него поля деятельности, как узнать, на что он способен? Вот облюбовали один остров, называемый Валаамом. Почему его так называли? Я не узнал, нигде об этом не сказано. Живут монахи, бедность ужасная, ничего нет. На остров не доставишь, за зимой не приплывешь. Но вот назначили туда одного крестьянина, Дамаскина, так его звать. И дали ему должность сторожем. Что это за должность? Посмотрите, что он сделал. Он переловил всех воров. Я много лет работал сторожем, когда власти мне не разрешали работать по своей строительной специальности. Там было много воров. По милости Божьей, мне удалось их всех переловить в течение полугода. Какие были угрозы. Стояли большие склады, и люди с другого завода шли через нашу территорию к воротам. И я все время ходил туда, в пол восьмого, чтобы успеть закрыть ворота и перехватить их. И они спрашивали, сколько ты получаешь? А клад был 72 рубля. И ты за 72 рубля ходишь. Все сторожа выпьют и спят. Да мы тебе дадим 700. Ты только сиди на месте, чтобы мы могли пройти и вынести. И что несем? Простая работа сторожа. В Дамаскина стреляли в упор несколько раз и не попали. Потом ставят его садовником. А как сады разведешь на камнях? И он развел такие сады.